Мы получили разведданные. Мы, во-первых, знали, что наши побратимы из Донбасса, наши побратимы армейских частей, не буду их называть, чтобы не палить дислокацию, они уже ведут бои в Иловайске, вели уже на протяжении двух дней. До этого мое подразделение также принимало участие в первых штурмах Иловайска. В общих чертах мы имели какое-то видимое представление о ситуации. Нам было дано очень много развединформации. По этому разведданным мы не должны были встретить особое сопротивление. Нам обещали крупную поддержку авиации, бронетехники. Те, кто давал эти разведданные, генералы не обладали вообще никакой картиной боя, никакими реалиями. То есть, что сделало наше подразделение, это было чудо, можно сказать. То есть, вы фильм «300 спартанцев» видели, все могло получиться где-то в таком случае. Мы вошли в город, в котором нас, в принципе, взяли в окружение, и держались там всю ночь, и в следующий день. То есть, каждый двор, там были сепаратисты. Они ведут себя очень бесчестным путем, они себя покрыли позором на всю жизнь. Они используют мирное население, прикрываясь их щитом. В подвалах сидят старики, они сидят прямо за ними, выгоняя их на улицу. Все, как один, рассказывают, никого не видели, никого не слышали. Они берут детей, садят их на мотоциклы, проезжают возле наших позиций, и после этого бьет по нам артиллерия прицельным огнем. Они наводят точно таким же образом снайперов на улицу. Мы, естественно, не можем открыть огонь, что мы люди, мы понимаем, что это украинцы, это дети. Несмотря даже, если это дети этих зверей. Мы не можем действовать ихними методами, то тогда мы превратимся в таких же, как и они. Следующий день, да, был для нас, как бы, и ночи, и день были жаркими. Каждый готовился уже к самому худшему. Парни все справлялись, все 100%, держались молодцом. То есть, что мы утром выжили, это уже было первое чудо. Утром также на нас шла бронетехника. Мы слышали рев моторов, звук гусеничных траков. Особый привет парням с артиллерией. Ихняя работа, блин, действительно спасла нашу роту уже в третий раз. Это единственные ребята, которые, наверное, стараются на этой войне. То есть, начальство забывает о них, забывает о тех коробках, которые горят без поддержки, без ремонта. Забывает о батальонах. Вот даже хочу сказать про добровольческие батальоны. Это, наверное, последний свет рыцарства и вот самурайского такого воинского духа в нашей стране. Эти люди пошли добровольно. Многие пытаются спекулировать на этих батальонах. Некоторые, может, и создали другие батальоны с целью что-то распиарить, что-то доказать кому-то. И вот это на роли, чей батальон взял, чей батальон вышел. Это какие-то детские сады, блин. Мы вышли, они вошли. Сейчас очень часто я замечаю, все спекулируют на этой теме. На крови наших ребят. Мне стало. Стало ведомо, что деякие писаки в мареже интернет очень нехорошо характеризируют вчерашнюю ситуацию и то, как из нее вышло батальонозо. Так я хочу сказать, хоть все деятели сами почувствуют, что такое находиться в полуокружении, в абсолютно незнакомом городе, без нормальных данных разведки, прежде всего уровня округа. И без ничего. Значит так, как с теми ресурсами, с какими нас вчера, вчера и позавчера отправило туда командование, в особе генерала, такие операции не делаются. Это противопоказано абсолютно. Нельзя входить в подразделение пехотному, по вооружению. И по структуре, таким без прикрытия бронетехники нельзя. Это нарушение всех основ военной тактики работы в городе.